Добрый день, друзья! Продолжаем наши встречи. Надеюсь, что когда-нибудь они отзовутся и в моей, и в вашей душе, и разуме, какими-то мыслями, которые в нужное время сыграют свою роль. Надеюсь. Поэтому я с таким желанием сам размышляю над темами, которые предлагаю. И хочу, чтобы вы были в это время моими союзниками и единомышленниками. Еще одно отступление. Понимаете, проще всего, может быть, было бы взять некий курс лекций и рассказывать об истории или о событиях исторических или неисторических как-то остраненно. Зато, скажем, прошла бы некая программа образовательная. Но я не вижу большого смысла в таком формате разговора. Мне хотелось бы, чтобы мы в результате поисков наших с вами нащупали те болевые, живые точки в каждой душе, моей, вашей, любого, кто захочет. Те живые, болевые точки, которые есть у каждого. Болевые не в смысле болезненные, а в смысле те, которые могли откликнуться и узнать в нашем разговоре нужную, потребную интонацию для того, чтобы прийти к главным вопросам нашей жизни. Вот, собственно говоря, главный мотив моих встреч с вами. Потому что убежден, что каждому молодому ребенку, старому старику, здоровому, больному, богатому, бедному, какому угодно, нужно получить ответ, зачем он живет, и как же научиться жить так, чтобы другим не доставлять неприятных моментов или дней, или лет, и самому найти радость в жизни. На мой взгляд, эта радость коренится, живет в богообщении человека с Богом, что реально и возможно. Итак, к делу. Несколько слов по поводу осенних богородичных праздников. Мы с вами говорили уже о Рождестве Богородицы, А теперь хочу несколько слов сказать о празднике Покрова Божьей Матери, 14 октября. Вроде бы не скоро, но время летит мгновенно. И одновременно как бы соединить праздник 4 ноября, Казанской иконы Божьей Матери. Я не буду подробно говорить о каждом из них, об этом будут говорить много на всяких канавах, а я скажу, чем они для меня едины и для каждого из нас. Участием, первое, участием Божьей Матери в реальной жизни человека. Она вмешивается или входит, или прикасается к нашей жизни по мере своего промысла и промысла сына своего, Божьего промысла. Вмешивается в жизнь людей через тех людей, которые готовы услышать ее волю, его призыв, ее призыв к нам. И одним из таких моментов было событие в 910-11 году нашей эры, естественно, в Константинополе, в Аблахернском храме, когда на Константинополь нападали очередной раз противники христиан. Извините уж, это наши с вами древние предки, потому что они долго и много воевали с Константинополем. И это событие было связано с тем, что очередной раз было такое нападение. И в этом храме собрались христиане, не русские христиане, тогда еще их очень мало было. А, если можно сказать, наши предки завоевывали землю христианскую. И грозила смерть христианам, которые находились в храме. И в это время осады одному юродиуму Андрею явилось вот такое откровение. Он увидел на высоте храма Божью Матерь, которая известна такая фигура на иконе Божьей Матери, с открытыми объятиями, и она держит покров над народом, который находился в храме в преддверии смерти и страданий, и мучений. И это явление спасло христиан. Божья Матерь покрыла и защитила свой народ. Но, как ни странно, казалось бы, она остановила русские, российские наших предков племена от побоища, от кровопролития. Но этот праздник, этого явления Божьей Матери Андрею Юродиуму, больше всего празднуется на российской земле. Как-то очень тоже трогательно, показательно. Отсюда вывод, что Божья Матерь стремится покрыть, защитить христианский мир, когда она видит в этом необходимость. То, что этот праздник очень почитаем на Руси, тоже очень важный момент. Народ принял этот праздник не как протест против своих предков. Божья Матерь защищает от будущих христиан Россия. Она как бы этим призывает, останавливает. Она приводит к покаянию народ, который нападал на христианский мир. Это вот событие так почитаемо на нашей земле. И второй праздник казанской иконы Божьей Матери, который связан с явлением этой иконы девочки Матроне в Казани, после захвата, опять же, российскими, уже при Иване Грозне, Грозным войсками, защиту и разрушение этого города. И девочке Матроне было явлено, явилась Божья Матерь, сказав, что где нужно найти ее икону. После всевозможных эпизодов доверия и недоверия к девочке Матроне икона была открыта и явлена, и она тоже является знаком покрова над христианами, призывом к тому, чтобы быть верными Сыну Божьему. Я объединяю эти два праздника, что вполне логично, явлением Божьей Матери. Божьей Матери, как той, которая печется о Своем Сыне, печется о Иисусе Христе, печется о народе, к которому пришел Иисус. А народ – это весь мир. Явление Божьей Матери, которое призывает всех нас, я так это прочитываю, остановитесь от вражды и кровопролития, остановитесь от раскова между друг другом, от неприятия друг друга. Она открывает себя во многочисленных явлениях икон с одним только желанием привести еще одного человека или еще один народ к спасению через верность и служение ее Сыну Иисусу Христу. А она его первый и верный служитель. А она первой крестоносице, если так можно сказать, вслед за Иисусом Христом. Потому что ее крест тяжел, ее крест особенный в смирении и молчании, в тишине и неведении. В Евангелии о ней говорится очень кратко и редко, и мало. Но она всю свою жизнь складывала, как говорил ей Симеон, старец Симеон, все слова, которые касались ее, как болью и тревогой за сына своего. Складывая в свое сердце оружие, приняла в свое сердце, как предвещал ей старец Симеон. Для нас почитание, поклонение, молитва к Божьей Матери является путем к ее сыну. Недаром она является путеводительницей. Фактически, фактически, каждая ее икона и ее явление является призывом к каждому из нас. Чтобы мы не просто были просителями о помощи исцеления, а самая главная молитва к ней будет такова. Матери Божия, приведи меня другого, третьего, кто захочет к ней обратиться. Приведи к сыну твоему, чтобы я его почувствовал, почувствовала всем сердцем, чтобы я благодаря тебе услышала его призыв. Матерь Божия, освободи меня, говорит молящийся, может говорить молящийся, от всякого мусора и суеты, чтобы мое сердце и разум слышали голос твой и голос сына твоего. Вот явление Божией Матери. Оно не для амбиций. Каждая икона Божией Матери, для того, чтобы говорила, Господь продолжает любить, Господь продолжает Матерь Божию посылать к нам, только лишь для одного. Чтобы мы возлюбили слово ее сына, чтобы мы возлюбили вечность и чтобы мы захотели изменить свою жизнь с суетной, погрязшей, простите, ну что делать, это так, погрязшей в озабоченности, в страхах, в обидчивости, агрессивности, гордыни и вырвались на просторы святой жизни, святой жизни каждого из нас. А святая жизнь – это жизнь, посвященная Богу. Не на словах, не в призывах, а в наших действиях, поступках и мыслях. Вот это по поводу Божией Матери. А еще я хочу сегодня сказать, поговорить с вами о таком событии, которое каждого из нас касалось, касается и лично обязательно коснется. Может быть, благодать нас не коснется. Тут уж зависит от нашего рвения. А смерть придет каждому из нас. Так вот, я хочу сказать о смерти несколько слов. Как бы мы ее не боялись, как бы мы не пытались лечиться, как бы мы не пытались от нее увильнуть, она к нам придет. И мы должны быть готовы к ней. Мы готовы к ней должны быть, потому что по нашей вере и по опыту не только христианскому, жизнь после смерти есть и существует. И люди, которым привелось пережить клиническую смерть, люди, которые были близки к грани смерти, они понимают, что особое время. И я как священник, когда прихожу к людям, умирающим, которые не были церковными людьми, когда-то были в детстве крещены, которые не вникали ни в молитву, ни в Слово Божие, но от смерти заставив их передумать, переосмыслить жизнь. И они чувствуют, что уходить из этой жизни в смерть – это очень великое и важное событие. И они менялись действительно. Напомню одну притчу из Евангелия, притча о богаче и Лазаре, кратко. Она звучит так. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и висан, и каждый день пиршествовал блистательно, то есть богат, беспечен, счастлив тем, что у него всё есть для тела, для плоти, для удовольствия. И был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях – нищий, голодный, больной. У него два человека, сама жизнь, богатый и бедный. И желал напитаться Лазарь крошками, которые падали с того богача. И псы приходили и лизали его раны из трупья. Умер нищий, и отнесён был ангелами Навона Авраамова в то место, где обитали праведники. Умер богач, и похоронили его. Немножко разные уже ситуации. Похоронили, как бы вот на этом жизнь и закончилась. Отнесли ангелы душу к близости, к почитателям и служителям, и верным сынам Божиим. И вдруг в Аде, будучи в муках богач, поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря рядом с ним. И в Азапив сказал, отче Аврааме, умилосердись надо мною. И пошли в Азаре, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой. Ибо я мучусь в пламени этом. Какая-то сказочная история. И, возможно, уже у многих возникает некая такая ироническая мысль. Да, ну прямо сказка. Ну подождем немножко. Но Авраам сказал, сын, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей. А Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, богач, прошу тебя, отче, пошли в Азаре, в дом отца моего. Ибо у меня есть пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это время мучений. В это место мучений. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. А он сказал, богач, нет, отче, Аврааме. Но если кто из мертвых придет к ним, то покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Ну, просто сказка. Мы просто привыкли так. Этой притчей в советское время очень эффективно пользовались атеисты, коммунисты, большевики, для того, чтобы с насмешкой показать людям верующим. Ну, смотрите, какие небылицы вам рассказывают попы. Здесь, значит, вы будьте нищими, а там после смерти вы будете счастливы и рады. А тут вот для вас будет утешение, что тот, кто богат, значит, он там будет мучиться. Понимаете, вот вырвать из контекста, это было одно удовольствие для большевиков. Но этим таким агитплакатом испортили столько душ народу чрезвычайно. Так как же все-таки главное в чем? А в том, что мы, люди, здесь созидаем свою жизнь вечности. Здесь во времени человек обеспечивает или, скажем так, формирует, организует, воспитывает свою душу, свою жизнь и для этой жизни, и для будущей. А она будет. Будущее начинается сегодня, здесь, а не после смерти. Это раз. Второе. Какое счастье лежать в богатых одеждах, в богатых особняках, квартирах, ну, сейчас по-разному, у кого что есть, и наслаждаться бесконечными явствами. Ну, просто счастья больше некуда. Об этом счастье каждый из нас страдает, когда он слишком много скушает, выпьет, страдает сам и все окружающие. И каждый понимает, что это счастье очень условное. Ну, только, может быть, какой-нибудь ребенок, юноша, которому хочется насладиться, напитаться вот этими удовольствиями. Очень сомнительное удовольствие. Плюс к тому, что человек сытый, довольный, взирал на нищету и нужду вазыря. И сомнительно, чтобы этот человек был счастлив, если он был безразличен к тому, кто нуждается. Это первый взгляд такой, как бы, внешний. Но дальше больше. Речь идет о том, что в жизни, которая предстоит нам, речь идет не о жизни тела. Речь идет о жизни души. И если душа здесь наша будет, станет благодаря нашим усилиям ожесточенной, жестокой, слепой, глухой, немой, тупой, то есть человек предаст свою душу, он сделает царем свою плоть, то, соответственно, там в следующей жизни некому будет жить. Тело-то будет в земле. Его будут, простите, с ним общаться будут те существа, которые ползают там, в земле. Картина-то для всех одинаково будет, кроме, может быть, только святых мощей, которых не тлеют. Но нам это, думаю, не грозит. Это первое. Значит, жизнь будущего века, жизнь вечная касается прежде всего души. Это и вторая мысль этой истории. И Господь показывает, что душа, жившая здесь собой, для себя, во имя своего, во имя своего желудка, можно добавить, во имя власти, секса, во имя наслаждения, она там действительно, видя свет и видя как бы вот некое солнце, она будет действительно как-то мучиться и страдать, находясь в неком таком состоянии мрака. Это так, к сожалению. Почему лазер оказывается в другом состоянии? Страдания. Страдания по-другому формируют жизнь. Это не значит, нам надо стремиться быть голодными, раздетыми, больными. Ну, так происходит. Человек сытый, самодовольный, человек, зацикленный на себе, ну, его душа находится в бедственном состоянии. Тот же человек, который находится в нужде, тот человек, который страдает, болеет и вот находится в нищете, не всех, далеко не у всех. Его душа по-другому развивается. Об этом речь. А речь совсем не о том, как плохо быть сытым и богатым, и как хорошо быть нищим и больным. Нет, конечно. Речь идет о том, как душа развивается, как она складывается. И все еще один эпизод, что когда лазарь, богач просит, чтобы лазарь немножко облегчил страдания, Авраам говорит, пропасть между этим и другим миром. Нет возможности решить вопрос, заплатив некую мзду, перейти из одного лагеря в другой. Это вопрос, ключ к этому состоянию находится здесь, в этой жизни, а не в следующей. Собой не возьмешь для взятки никаких средств. Только одно – любовь. Но там и не потребуется взятка. Господь по любви примет и благословит душу. Вот о чем речь. Что за пропасть? Ключ к этой пропасти здесь. Тоже какая здесь сказка? Это не сказка, это быль. Это реальность, которая здесь существует. Еще один очень важный момент. Богач просит, пошли вазаря тогда к моим пяти братьям, вообще к родным. Пусть он их предупредит, ведь они же живут так же, как и я. Они смотрели на жизнь, на вечность очень иронично и скептически. Пошли. Ну, так как и все мы, большинство из нас смотрят. Да что там будет после жизни? Вот важно здесь схватить все, что можно. Ну, а там уж кому что повезло. Кто у кого отнял, хорошо, потерял. Ну, страдай, сам виноват. Ну, как примерно так логика нашей жизни. И вот богач просит. Оказывается, он на самом деле переживает за своих родных. Не совсем уж конченая душа. Пошли, предупреди, пусть они по-другому живут. Если они увидят воскресшего Ауазаря, они же поверят. И мы думаем, вот если бы кто воскреснет, и если бы нам рассказали, какая там жизнь, то мы, наверное, по-другому жили. Писание говорит с языком Авраама. Не обольщите, не обольщайтесь. Не будет этого. Даже если воскреснет мертвое, вы удивитесь, охните. У кого-то, может быть, будет приступ какой-то сердечный. Кто-то напишет в газетах, об этом начнут вещать. Но сердце мало кого придет к Богу. Так говорит Слово Божие устами Авраама. И у нас нет никаких оснований этому не верить. Потому что чудес в жизни много. Гораздо, может быть, более ярких, чем воскрешение мертвых. Мы просто их не замечаем. И однако никто не приходит. За чудом едут на Великую Субботу в Иерусалим. Святой огонь. Посмотреть, порадоваться. За чудом едут, идут к мироточивым иконам. За чудом едут и идут поклоняться ко всевозможным святыням. Но почему-то это не обращает людей. Вот еще одна правда. И Авраам говорит богачу. Не поверят даже, если мертвый воскреснет. У них есть Моисей и пророки. Говорит Авраам богачу. Он говорит, да что ты, Авраам. Не поверят они этому. Не поверят. То есть у них есть Слово Божие. У них есть Писание. У них есть Божие Слово. Что еще может быть более эффективным? Вот оно. У нас Божие Слово. Библия. У кого ее сейчас нету в доме, в библиотеке. Кто ее не слушает каждую неделю, когда ходят в храм. Все слушают. И однако мы не очень верим словам Иисуса. Или вообще не верим. Значит, снова правда. Никакой здесь легенды и сказки. И вот тогда говорит богач. Не поверят они этому. Вот только если мертвый воскреснет. Он говорит, нет. Если не поверят Моисею и Аврааму, Слово Божиему, то даже если мертвый воскреснет, они не уверуют. Вот какая притча богатая и глубокая. Надо увидеть в ней суть. Жизнь настоящая. Это жизнь с Богом. Вечности. Жизнь здесь. Она дает нам ключ к жизни дальнейшей. Дальнейшей. И не только к дальнейшей. Не ради этого мы должны быть добрыми. Не ради этого милосердными. Здесь, если мы начнем так жить, мы здесь будем счастливыми. Вы скажете, как можно быть счастливым, если делиться, быть, проявлять милосердие, быть добрым. Кто же о нас позаботится? Кто будет добрым к нам? Найдутся. Главное же не в этом. Ведь Господь снова говорит в Слове. Об этом ты не думай. Ты позаботишься, чтобы ты был добрым. Чтобы твоя левая рука не знала, что делает правая наоборот. Так что, ведь спасение, к спасению, к которому мы все стремимся, обеспечивается именно этим жестом. Со стороны нас в адрес другого. Значит, первый вывод. Жизнь здесь делает достойная жизнь здесь. Они замкнуты на себе, на своем удовольствии, как это было с богачом. Не кормление своей плоти и ее желаний примитивных. Их очень мало. Еда, отдых, секс, что там еще, все. Значит, нужно искать духовный путь, духовная жизнь. Обратить свой взор к другим. Для того, чтобы обрести Бога, совсем не обязательно быть нищим, несчастным, больным. И тоже, чтобы не было иллюзий и таких доводов, значит, опровергнуть Слово Божие. Просто Господь сравнивает два разных полюса. Жизнь после смерти есть. И для того, чтобы убедиться, есть ли она действительно, не является ли это сказками священников в церкви, сказками, что называется, поповскими сказками. Для этого надо начать жить здесь Словом Божиим. Здесь вечность, понимаете? Здесь. После смерти там уже поздно начинать жить. А здесь, если мы почувствуем настоящую жизнь, мы почувствуем Бога, мы почувствуем то, что Он здесь действует в нас. И тогда у нас не будет сомнения, что там дальше есть или нет. Еще один момент, подводя итог. Для того, чтобы нам поверить в это, не нужны чудеса, не нужны воскрешения мертвых. Достаточно одного воскресшего Иисуса Христа. Но Он является каждому, кто ищет, кто просит об этом, кто к Нему тянется. И воскресший Иисус – это действительно и начало, и развитие веры нашей с вами. Так что путь нас, наш путь начинается, продолжается и совершается вот через Слово Божие, через Священное Писание. И если мы Его воспримем, отнесемся к Нему своим готовым сердцем, мы увидим, как глубока жизнь здесь временная, и как действительно реальна жизнь после смерти. Жизнь Духа. Дух, рожденный во Христе, не умирает. У Бога нету ни живых и мертвых. У Него все живы. Вот этому учит Слово Божие. И об этом напоминает притча о богаче Ивазере. Не так полоска и одномерна жизнь, как это диктует наша плоть. И наши пять органов чувств. Это слишком мало для человека. Это у любого животного, у цветка, есть несколько органов чувств. Дышит, дышит. Выделяет, выделяет. Питается, питается. А мы больше животного и растения. У нас есть дух, у нас есть совесть, у нас есть понимание высшей радости, у нас есть понимание красоты. Цветок красив, но он не понимает, что он красив. А у нас есть эта способность. Вот, друзья, искать все возможные пути для того, чтобы почувствовать, что высшая наша жизнь – это жизнь Духа в Боге, и тогда мы будем счастливы в этой жизни, как бы она ни была трудна. По крайней мере, у нас будет сила преодолеть эти трудности. А там, дальше, уж Господь решит, кому что предназначено. По крайней мере, не надо здесь пренебрегать временем, возможностями и возможностью встречи с Богом и возможностью услышать голос Божий в своем сердце. Вот о чем говорит эта притча. А о смерти, возвращаясь к смерти, Бог смерти не создал, Бог смерти не желает, Бог борется со смертью, будучи во время земной жизни здесь. Он воскрешает Уазаря, воскрешает сына вдовы Наинской. Он противодействует злу, исцеляя и освобождая людей от плена болезни и воскрешает. Поэтому Бог очень хочет, чтобы над нами не властвовала смерть, и сам Он ее победил. Так что, тем самым, Господь призывает, о смерти думать надо, но не в том смысле, что, когда мы умрем, нам нечем будет дышать, и нас будут съедать всевозможные примитивные организмы. А думать о смерти для того, чтобы каждую минуту прожить полноценно, ярко, светло, счастливо с Богом. Вот она, память смертная, для того, чтобы научиться жить, для того, чтобы жить по-настоящему и в полную меру наших всех духовных возможностей. Спасибо большое за то, что мы вместе и благодарим Бога за то, что дал Он каждому из нас с вами жизнь, сколько бы она ни продолжалась. Я понимаю, что вопросов о смерти очень много, может быть, на части я на них отвечал, о смерти детей, о смерти добрых, но это уже при желании мы можем к этому снова вернуться. Сейчас пока о том, чтобы надо учиться жить, если мы думаем о смерти, успеть самое главное сделать в этой жизни, стать человеком Божиим, почувствовать его в своем сердце. Вот наша задача. Тогда семья будет счастлива, каждый человек будет счастлив, и страна будет избавлена от зла по мере возможности, путем освещения жизни каждого из нас. Вот о чем сегодня речь. Память о смерти, чтобы жить счастливо.